Новосибирцы Александр Черко и Юрий Таргоня выиграли этап чемпионата России по футволию. Второй тоже стала команда из нашего города. На третьем месте спортсмены из Москвы. Гибрид футбола и волейбола зародился на пляжах Бразилии. Проводить такие старты в холодное время года теперь можно и в Новосибирске. Здесь открыли специальную площадку. О том, как в городе играют в этот экзотический для Сибири вид спорта, расскажет Александр Потенихин. Этот вид спорта пришел в Сибирь прямиком с пляжа Капакабана. Футволий зародился в Бразилии в 60-х годах прошлого века. В России интерес к смеси футбола и волейбола появился сравнительно недавно. Чемпионат страны начали проводить 4 года назад. Мы играем по 3-4 городам России, где более-менее развит этот вид спорта. Это Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск. Мы проводим турниры региональные, которые являются отборочным этапом к суперфиналу чемпионата России. Сейчас в Новосибирске мы играем 9-й этап текущего чемпионата 2020-2021 года. И победитель этого этапа отправится в Москву 11 апреля на суперфинал. На песке за путевку в столицу сражается 15 команд. Проводить такие соревнования в Новосибирске стало возможным благодаря открытию нового центра пляжных видов спорта. Теперь для ребят мы будем постоянной точкой на карте, потому что очень много пар с Новосибирска, которые играют в футболе. Я думаю, что несколько этапов точно будем проводить именно по этому виду спорта. Ну и также все остальные, то есть у нас и волейбол, и теннис, и спартакиады. По правилам сетка находится на уровне 2 метра 20 сантиметров. Спортсменам нельзя касаться мяча кистями рук, а команда состоит всего из двух человек. Для нас это любительский вид спорта, поэтому не сказать, что мы там собираемся и часто тренируемся. В основном, кто здесь участвует, это футболисты, мини-футболисты. То есть мы встречаемся на паркете, а здесь приходим тренировать свои футбольные качества на песке. По уровню мастерства спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга сильнее. Однако после открытия этой площадки наши команды должны подтянуться к уровню столичных дуэтов. Технически очень сложные элементы, то есть одержание мяча, корпусом, взаимоотношения с партнером. В общем, все присутствует, командный дух, соперничество. В общем, очень интересные соревнования. Среди участников суперфинала в Москве заявлены и профессиональные спортсмены. Например, действующие игроки сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко и Антон Шкарин, а также известный российский футболист Дмитрий Сычев. Александр Потенихин, Вероника Иванова и Даниил Смирнов. Новосибирские новости.